Масл или мускулкары это класс американских автомобилей, рассвет популярности которых пришелся на середину 60-х годов. И на протяжении последующих 10 лет Америку захлестнула мода на мощные, быстрые и красивые автомобили, многие из которых стали культовыми. Это было лучшее время в истории американского автомобилестроения. Бензин стоил дешево, налога на мощность не было, а значит инженеры могли воплощать все свои технические знания и опыт в металле. К тому же цена на автомобили в то время была очень демократичная. И каждая домохозяйка, офисный работник или ковбой-фермер пересели с общественных автобусов на мустанги с пятилитровыми моторами. Да и политика США подталкивала к этому, сокращая общественный транспорт и пересаживая всех на личные автомобили. В этом видео посмотрим на самые популярные и красивые мускулкары той богатой автомобильной американской эпохи. Пожалуй первым подобным автомобилем взорвавшим рынок стал Форд Мустанг. Первый серийный Мустанг сошел с конвейера в марте 1964 года. И сразу же все рекламные баннеры вдоль дорог пестрили яркой рекламой и доступной ценой. По всем американским каналам крутили рекламные ролики, целью которых было заинтересовать все слои населения. И неспроста рекламная компания Мустанга считается самой успешной в автомобильной истории. В кинотеатрах перед сеансами и по телевидению зрителям показывали рекламные ролики, в которых домохозяйка выгружает из тележки супермаркета большое количество пакетов с едой в вместительный багажник. А счастливые дети в это время лезут на заднее сидение автомобиля. Или фермер летит по полю на своем Мустанге, поднимая клубы пыли и обгоняя стадо жеребцов, бегущих на фоне горизонта. Или деловой бизнесмен летит на мощном Мустанге навстречу, поглядывая на часы. В общем, реклама сделала свое дело, и Мустанги стали разлетаться, как горячие пирожки. Это была одна из самых удачных премьер в истории автомобилестроения. Компания Форд за первые 36 месяцев продала 1 миллион 700 тысяч Мустангов. На эту модель начался воистину лихорадочный спрос. Окрыленные успехом фордовцы, спешно доработали модель, выкатив гоночную модификацию Мустанга, которая получила шильдик GT. От базовой версии ее отличали измененные настройки ходовой части и рулевого управления, сдвоенный выхлоп, особая конструкция выпуска, дисковые тормоза на передней оси, яркая раскраска кузова и, естественно, более мощные двигатели. Автомобиль укомплектовывался 8-цилиндровым форсированным двигателем с V-образной компоновкой цилиндров. Это позволило довести его мощность до 306 лошадиных сил. И купить этого монстра, поднимающего переднюю ось при старте над асфальтом, мог любой желающий. Через год Форд представил еще более быструю версию – Форд Мустанг Шелби GT350R, мотор которой был мощнее на 55 лошадиных сил. А затем и Форд Мустанг Шелби GT500, укомплектованный 7-литровым мотором с 8-ю цилиндрами мощностью 390 лошадиных сил. В 1968 году Шелби GT350 и GT500 переименовали Форд Мустанг Шелби Кобра. Шелби Город за вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Что означает слово Camaro? Маркетологи компании Chevrolet шутливо отвечали... Это маленький хищный зверек, питающийся мустангами. И это были не пустые слова. Версии Camaro, Rally Sport и Super Sport составили серьезную конкуренцию Ford и быстро завоевали огромную долю рынка. Автомобили укомплектовывались огромным 6,5-литровым мотором V8 мощностью в 325 л.с., а чуть позже 350 и 375 сил. Затем появилась модификация Z28 с более спортивной подвеской, подкорректированным выхлопом и фирменными полосками на капоте. Но и флагманом в линейке был Chevrolet Camaro ZL1 с 430 л.с. под капотом. Автомобиль нередко участвовал в гонках на четверть мили. Монстр-громобержец воплощения ярости. Автомобиль оснащался алюминиевым 7-литровым мотором. Многочисленные источники заверяют, что реальная отдача плясала в районе полутысячи лошадей. И в это охотно верится. Четверть мили прожигалась за 11 секунд. Никаких АБС, ЕСП и экологических удавок. Только грубая первобытная сила. Вот такие были времена. К слову, современные автомобили с аэродинамикой близкой к идеальной и многочисленными доработками различных тюнинг-ателье способны проходить четверть мили чуть быстрее 8 секунд. Так что брутального монстра с 7-литровым мотором из 1969 года отделяют от современности лишь 3 секунды. Следом за Фордом и Шевроле все американские автопроизводители подстроились под новую моду автомобильной промышленности. И в 1969 году компания Dodge представила свою легендарную модель Charger. Внешность этой модели сразу пришлась публике по вкусу. Только за один 1969 год было продано практически 90 тысяч машин. Автомобиль действительно получился очень брутальным и красивым. Прямоугольная решетка радиатора, разделенная в центре с элементами хрома, создавала невероятный космический вид автомобиля. А задние фонари от дизайнера Харви Вина дополняли картину. На выбор предлагалось несколько моторов рабочим объемом от 5,2 до 7 литров и мощностью от 230 до 425 л.с. Предлагался ряд коробок передач и несколько вариантов подвесок. С целью дальнейшего повышения имиджа автомобиля был добавлен новый пакет опций под названием RT, что означало Road Track. Индекс RT ставился только на автомобиле с самой большой мощностью. Это Dodge Charger RT с двигателем 440 Magnum. Мотор позволял поднять на задние колеса кузов при старте с двух педалей. В 1970 году свет увидел Buick GSX, который заметно отличался от своих мускулистых братьев отличной управляемостью. Передняя подвеска рычажного типа была независимой. Стабилизаторы поперечной устойчивости помогали более точно проходить повороты. Заднюю подвеску сделали пружинной. Благодаря 15-дюймовым колесам, усовершенствованной подвеске, 10-дюймовым передним тормозным диском, 9-дюймовым задним тормозным барабаном и жестким пружином, машина отлично слушалась руля. 7,5-литровый мотор на то время был самым емким в Buick. Основная часть клиентов предпочитала Stage 1. Вариант с четырехкамерным карбюратором, укрупненными клапанами и распредвалом с кулачками большего размера. GSX 1970 года оказалась одной из сильнейших машин того времени, в которой ценились мощь и габариты. Молодежь к нему даже относилась, как к излишне солидному автомобилю. Plymouth Roadrunner – еще один популярный автомобиль из той эпохи. Создатели Plymouth Roadrunner преследовали очень благородную цель. Они решили создать мощный автомобиль, который мог бы проехать 400 метров за 14 секунд и в то же время стоил бы не больше 3000 долларов. И они это сделали. Вот что значит настоящий альтруизм. Конечно, этот бюджетный маслкар не отличается особым интерьером и красотой, но он был действительно мощным. Мог похвастаться гидроусилителем руля и передними дисковыми тормозами. Автомобиль был создан в 1968 году и, как прочие маслкары, имел мощный 6-литровый V8 мотор, выдававший 335 лошадиных сил. Разгон до сотни занимал около 6,5 секунд, а максимальная скорость упиралась в 210 км в час. Если Chevrolet Camaro и Ford Mustang за их габариты часто записывают в класс поникары, то вот Chevrolet Empala SS 1967 года – это классический большой мускулкар. Эти автомобили пользуются особой любовью среди американских коллекционеров. По коллекционерской традиции особо ценятся кабриолеты и чуть меньше двухдверные хардтопы. Это купе с жесткой крышей без боковых стоек. Но не коллекционерам одним приглянулось это авто. Empala является также классическим автомобилем для создания лоурайдера или скачущего автомобиля. Одной из лучших представительниц своего модельного ряда, несомненно, является Empala 1967 года. SS в названии модели обозначает комплектацию Super Sport, которая включала в себя более мощный двигатель. Это Turbo Jet V8 на 425 лошадиных сил с объемом 6,7 литра. Первую сотню автомобиль разменивает за 6,5 секунд, а максималка упирается в 200 км в час. Еще один не менее значимый автомобиль той эпохи это Pontiac GTO. Ровно 10 лет с 1964 по 1974 год General Motors выпускала Pontiac GTO. Самыми успешными версиями считаются автомобили 1969 и 1970 годов выпуска. В 1969 году появилась модификация, которая имела двигатель с отдачей в 366 лошадиных сил, антикрыло на крышке багажника и двухцветные полосы на боковинах кузова. Автомобили 1970 модельного года существенно отличались менее агрессивным оформлением передней части. В дополнение к прежней 6,6 литровой восьмерке стали предлагать новый мотор объемом 7,5 литров, развивающий 360 лошадиных сил. Ford Gran Torino, пожалуй, самый узнаваемый автомобиль той эпохи. Сказать, что Ford Torino 1972 года ни с чем не спутаешь, ничего не сказать. Автомобиль зрительно узнается по хромированной окантовке фар и овальной решетке радиатора. По сравнению с предшественником из 60-х, она полностью утратила оконные форточки. Да и вообще многим, внешний вид модели 1972 года больше всего напоминал своими формами бутылку Coca-Cola. Помимо традиционного кузова купе, существовал еще Hard Top. Он представлял собой седан без оконных рамок и стойки между стеклами. В длину купе растянулось более чем на 5 метров, да и ширина была немаленькой 201 сантиметр. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok